Готовим вместе веселые старты, праздник для мамы, песня трех поколений. Все тематические задания конкурса – это у нас семейные, креативные. Главное условие состязания – участвовать должны три поколения. Каждое задание семьи записывали на видео и выкладывали в свой аккаунт на официальном сайте конкурса. Чита Казаковых включилась в состязание, не задумываясь. Это было очень красочно. Жена у нас творческий человек. И я решил ее поддержать в этом начинании. Конечно, начало было тяжело, с работы приезжая в спаде охота. Она говорит, давай. Ну вот приходил. Сначала мучаются, а потом втянулись и участвовали. Мама, папа, сын и бабушка – количество человек в команде конкурс не регламентирует. Задания засчитают только при условии его совместного выполнения всеми участниками. Когда начали уже заниматься этим делом, в общем, вошли во вкус, даже очень интересно, и конкурсы понравились. И когда уже закончили снимать все конкурсы, думаю, что-то как-то пусто, что-то хочется еще, можно было бы еще где-нибудь поучаствовать. Ну, сейчас я уже на пенсии. Я и раньше очень любила вязать. Ну, сейчас продолжаю заниматься. У каждого в этой семье свое хобби. Мама Юли пишет стихи и сказки, папа Кирилл увлекается бильярдом, а сын Вадим – начинающий энтомолог. Казаковы часто проводят время вместе, например, играют в домино. Именно поэтому работа в команде для них дело привычное. И вовсе не удивительно, что самым креативным для Казаковых стало задание «Мультсемья», в котором участникам нужно было повторить отрывок из любого анимационного произведения от киностудии «Союзмультфильм». Мама Юля была фрекенбок. Я была малышом. Папа был Карлосоном, а бабушка в телевизоре, тетя с синими волосами. За выполнение заданий жюри начисляла команде баллы, которые в итоге суммировали. Оценивали и личные достижения участников по ходу конкурса – в спорте, творчестве и волонтерской деятельности. Проект стартовал в начале прошлого сентября. Семья Казаковых узнала о конкурсе только в ноябре. Но все равно решила принять участие, в итоге набрав достаточное количество баллов для прохождения первого этапа. Следующий пройдет уже в очном формате. Для участников из СФО состязание проведут в Москве. Будут оплачивать проживание, питание, аттракционы для детей, развлекательная зона. И будут конкурсы выполняться. Опять же, семьи будут набирать баллы. То есть баллы не суммируются с теми. То есть они обнуляются. Сейчас в полуфинале будут новые баллы. По окончанию полуфинала будет уже отбор в финал. Пройдут из полторы тысячи семей только 300 семей. Главные призы для финалистов – 300 семейных путешествий. Из них 30 команд победителей получат по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Окружные полуфиналы пройдут уже весной и летом. А вот заключительный этап – в День семьи, любви и верности. 8 июля. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».